Короче, ребят, Данислав, спасибо большое за донат. Текст доната Данислава. Привет, Моисей, может, тебе уже сказали, но без анального угнетения кавер на говниду выкатили. Даже не сказали, что это кавер. Ещё вот хуило донатит, что тут тебя в песне упомянули, точнее, твои песни о вечной жизни срак, вроде как, послушать, начиная с 2.30. Дорогие зрители, давайте перед тем, как я послушаю, я, естественно, уже слышал этот замечательный, охренительный трек. Он мне очень нравится. В паблике говниды уже я выложил его тоже с опросом, типа, кому какая версия нравится больше. Я вам небольшое, так сказать, ликбез, не ликбез, как это сказать, ну, изнанка. Во-первых, это не кавер, потому что металлический металл, это, блядь, всю музыку и сведение этого трека сделал, собственно, Лёха. То есть кавер — это только в том смысле, что частично использован мой текст. Ну, то есть как бы на основе... Ну, много строчек осталось, но, по идее, на основе этого текста здесь он полностью переделан. Вот. Ну, может, чуть-чуть там ритмика этого текста, ещё вот какая-то такая вот хрень. Но, по большому счёту, риф этот изначальный, то есть вот эта запись «Чёрная говнида», да, которая... Это, блядь, Лёха всё как бы сыграл, сделал. Это, в общем-то, не кавер, а просто как если... Вот Крис Корнелл, как Корнелл в Audio Slave, делает кавер на... Типа кавер на Soundgarden. Ну, блядь, как это может быть кавер, если это он же просто с другой группой? Там, то есть... Не совсем кавер, во-первых. И, скорее всего, не упомянуто здесь, типа, как... Ну, блядь, во-первых, это, в принципе, странно. Во-вторых, если ты грузишься через дистрибьюторы и подписываешь кавер, то, блядь, это дистрибьюторы тебе все мозги выебут. Вот, так что это вообще пихуй. Дальше. «Вечная жизнь срак». Упоминание песни «Вечная жизнь срак». Ребят, «Вечная жизнь срак» — это не моя песня. Моя песня про хэви-метал для «Вечной жизни срак» является отсылкой к песне группы Виконт «Бессмертный металл». И как бы рофлом на эту тему. Я вам сейчас покажу буквально небольшой кусочек, то есть откуда это пошло. Потому что, судя по всему, есть часть зрителей, которые не знают, с чем вообще кекчик. Где-то, наверное, там 2-10, по-моему. Значит, Сергей Сокол, «Истинный маг», достаточно такой знаменитый блогер, да, и вокалист группы Виконт, и кривопоющий, пел в своей самой брутальной металлической песне фразу «Хэви-метал твой». Нет, или «Хэви-метал твой для «Вечной жизни срак». Однако прозвучало вот что. Сейчас, чуть дальше. Чуть дальше. Вот здесь. «Хэви-метал твой, хэви-метал твой для «Вечной жизни срак».» И отсюда и пошла как бы рофлянка про «Хэви-метал для «Вечной жизни срак». Я кому бы не включал этот фрагмент, ну, сейчас у нас через колонку, там, может быть, звук похеренный, но насрать. Абсолютно все непредвзятые, незнающие Соколы люди, абсолютно все говорят «Для «Вечной жизни срак». И просто вот эти сраки, то есть этот мисс Хёрд такой, точно так же, как вот у нас мем на канале локальный был, типа «Неконченный экран». То есть люди поют «Неконченная игра», но там прям слышится «Неконченный экран», и все в одиннадцать просто поют. Это смешной мисс Хёрд. Вот. Это просто уже настолько как бы мем, ну, всеобъемлюще известен в контексте гитарного Ютьюба, там, и наших каких-то вот музыкальных вот этих. Среди музыкантов, точно, по крайней мере. Среди музыкантов, которые смотрят Ютьюб, все знают мем про хови-метал для «Вечной жизни срак». Вот, наверное, без преувеличения скажу, что, ну, практически все. Вот. А, соответственно, группа Говнида делает отсылку к этому мему и развивает тему, то есть, как бы, что это значит, что в хови-метал должны играть проклятые сатаной, блядь, металлисты, для того, чтобы их сраки жили вечно. Вот так. То есть, вот в этом смысл Говнида. И тут уже, как бы, отсылка у Лехи идет не к Говниде с хови-металом для «Вечной жизни срак», а к этому мему. И седой, типа, седой от металла чувак поет хови-метал для «Вечной жизни срак». Это как бы рофл над соколом. И эту строчку, кстати, даже, надеюсь, это не секрет, но Леха, типа, со мной обсуждал. То есть, в переписочке мы чуть-чуть... У меня что-то какие-то, ну, какие-то наброски, что ли, текста спрашивал, типа, что, норм, не норм, типа, что бы подсказал. Ну, то есть, я думаю, не так, что прям, типа, что, блядь, напиши за меня текст, а то я, блядь, сам не умею хуй знать. Он мне просто показал, что он сделал, по большому счету, вот, заранее. Ну, и я, типа, сказал, что... Что-то про сокола ему подсказал, и все, я не помню. Милитарикэт, спасибо большое за донат. КТТПС двоеточие слежь-слежь. Да, посмотрим. Ну, народ, значит, смотрите, я хотел послушать сегодня вечером, ну, вот, 6 февраля вечером по Москве весь вообще альбом новый «Бездны», и я, блядь, проспал его, поэтому, блядь, пока что еще раз послушаем «Металлический металл». Вот, а альбом, ну, в общем, постараюсь, не знаю, либо придется все-таки утром по Москве, там, с 10 утра, где-то до часу в какое-нибудь такое время засесть да послушать. Либо дождаться, когда у меня режим сна наладится, и... Тут супер-брутальный, жирный звук, как бы, клево, мне нравится. Неконченная игра, да. «Мортишин», а что это такое? Вот «Мортишин» я не знаю, но за гранд-группы... В основном «Гранжуха» мне всякая нравится, то есть... А, «Мортисиан». Не, я ни разу не слышал, если честно. «Дэдграйн». Прикольно. Я «Гранжик» очень люблю вообще, в основном. То есть «Нирвана», «Саундгарден», «Пирал Джем», там, не знаю, «Элисни Чейнз». «Рамштайн» нравится. «За гранд-группы...» «60 баксов в сутки, куча хуини от позитива, норм, да, заебись». «В метальном городе, в метальной стране...» «Метальный крик, метальный душа...» «Крик» даже лучше, чем «звон», кстати. «Метальный улицы, металл...» «Метальный дворник, памяталл...» «Метальный снег, метальный...» «Бля, не знаю, охуенно звучит, мне нравится». «Воздух и пердёж...» «Пердёж, бля...» «Так спе...» «Вокруг в моё сердце...» «Метальный стук...» «Ты отброс все сомнения прочь...» «Только металл...» «У вас звук, конечно, там вообще ужасный, бля, ребят, не знаю, но...» «Слушайте, а вот сейчас, если я сделаю...» «Может быть, не будет так задержки...» «Да...» «Вот так...» «Нет эхо?» «Скажите, пожалуйста, есть или нет». «Литерпимое ли оно?» «Мою плоть...» «Параматив...» «Сейчас, короче, вот так сделаю...» Вот так пока сделаю. Бля, металлический кал. Я хотел, чтобы в изначальной версии вот именно говнида, металлический металл, чтобы фразу металлический кал Лёха типа Гроула Маски своим прохуяривал. Но что-то мы забили, хуй на это. С этого я в голос прорал. Как живой! Металлический металлический кал. Вот это. Бля, охуенно! Моё плоть поработил, ещё радует, даже, прям, брутальнее звучит, и при этом тоже с намёком, и выходит из меня металлический кал. Бля, тут брейкдаунчик какой-нибудь, конечно бы, сейчас. Ну ладно, так тоже заебухо, заебубильно. Но тут, конечно, ещё было соло от того самого фред-гитариста. Листа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, капец! Тут прослушивание полная тысяча уже. На ютубовской какой-то такой штуке. Выключу гейт тогда сейчас. Вот че, норм? Кал в конце охуенный просто, блядь. Да. Блядь, че, ски, кал. Ну где он там, блядь? Ски, кал. Не, заебись супер брутально. Я чисто в штаны навалил. После такого трехича. Вот, народ, все. Надеюсь, небольшой ликбез, так сказать, вам проведен. По металлическому металлу, по говниде, по бауу и по всему такому. Оригинал тоже слушайте, сравнивайте, как говорится. Выбирайте, что нравится. Вот. И, в общем, ждем моей реакции на новый альбом. Продолжение следует.